11.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. В студии Николай Голиков и Анна Лапшина. Всем здравствуйте. Мы сегодня два часа работаем, как обычно. После 12-ти говорим о том наказании, которое запросила прокуратура для Марии Плёнкиной. Я напомню слушателям, да, это девушка, по чьей вине погибла её маленькая дочь. 13 лет и 3 месяца просит прокуратура. Приговор будет озвучен в пятницу. Сегодня будем говорить с экспертами о том, что приговор приговором, конечно, а что сделать, чтобы таких ситуаций больше не было. Это после 12 часов. Если у вас есть мнение, пожалуйста, 211-101. В первом части тема у нас Другаев. В нашей студии Алексей Храповицкий, заместитель и руководитель управления Росрехознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. Алексей Николаевич, добрый день. Ну и мы с новости, наверное, начнём. Изменения в сфере ветеринарного законодательства полномочия по ветеринарному контролю переданы с этого года как раз в Росрехознадзор. Всё верно. Так точно. Здравствуйте, уважаемые слушатели. 27 декабря прошлого года президентом Российской Федерации Владимиром Путином подписан федеральный закон, который вступил в законную силу с 1 января 2020 года. Называется оно «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления Федерального государственного ветеринарного надзора, которым полномочия по осуществлению государственного ветеринарного надзора переданы на федеральный уровень и осуществляется Россельхознадзором и его территориальными управлениями. До 1 января как эта система работала? До 1 января существовало две ветви надзора – федеральный и региональный ветеринарный надзор. Федеральный ветеринарный надзор осуществлял надзор на государственной границе Российской Федерации транспорте, и часть надзора осуществлял внутри субъектов Российской Федерации по месту своего расположения. Но субъект региональный ветеринарный надзор осуществлялся так, как он сложился исторически. Практически все объекты надзора были в ведении ветеринарного управления региона. Были и федеральные объекты – это железнодорожные станции, перемещение по ним грузов, аэропорты и т.д. Кроме того, Россельхознадзор осуществлял и осуществляет фармакологический надзор, надзор за применением лекарственных средств для животных и лицензионный контроль. Это производство лекарственных препаратов, оптовая и розничная торговля лекарственными средствами для животных. Алексей Николаевич, вопрос такой. Чем вызвана необходимость такой реорганизации, именно централизации этих функций надзорных? Ну, вопрос стоял очень давно, поскольку наблюдалось пересечение надзора федерального и регионального в части осуществления полномочий. Хозяйствующие субъекты жаловались, что они испытывают административное давление с двух сторон. А, то есть, получалось так, что сначала федералы пришли, потом еще и местные пришли, да, и оба штрафовали. Никому это не нравилось. Понятно, да. Затем, имело место, так будем говорить, не совсем, что ли, корректное пересечение интересов при осуществлении ветеринарного надзора не в Кировской области, а в ряде субъектов. У нас таких случаев не отмечалось. Речь идет о том, что региональная ветеринарная служба скрывала случаи заболевания животных в угоду, как бы, хозяйствующим субъектам, потому что зачастую за крупным хозяйствующим субъектом стояли люди, ну, будем говорить, высшего эшелона власти. Ну, влиятельные люди, которые могли повлиять на решение управления. На слуху у всех африканская чума свиней, да, все прекрасно знают, что возглавляют вот эти вот группы, большие агрохолдинги, ну, депутаты, бывшие министры правительства и так далее и тому подобное, которые могли влиять на принятие решения. А что значит? Вовремя не объявить карантин, заболевание начинает распространяться за пределы конкретного свинарника, перерабатываться это мясо начинает и расходиться по всей Российской Федерации. Такие случаи на лицо. Алексей Николаевич, а вот вроде бы, когда случаи там возникают, вот этой африканской чумы свиней, там не только карантин, там, по-моему, и животные уничтожениями подлежат. Совершенно верно. То есть понятно, что агрохолдингу невыгодно, это же под нож пускать. Да, они скрывают сколько могут, вплоть до того, что хоронить трупы начинают на территории своих предприятий, не вывозят их за пределы. Такие случаи имеются. Это мы подчеркнем, что не в Кировской области. Да, да. Не в Кировской области. Повторяю, это не Кировской области, я не буду называть области ни к чему это. Но это имеет место и, как бы, до президента доводилось, и, видимо, терпение его на этом и стекло, потому что вопрос этот ставился давно. Это же касается, кроме того, что это вот перерабатывали, вернее, животные вовремя не изымаются из оборота, не умерщвляются, не уничтожаются. Они старались как можно быстрее переработать и избавиться от этих животных. Представляете, да, потоки живых животных отправляют в один регион на убой, убивают сами, мясо отправляют в другой регион, пользуясь тем, что зачастую эти огромные комплексы, они имели очень высокий компартмент. Потому что даже находясь, будем говорить так, ну не в очаге, а на неблагополучной территории, тот, кто имеет высокую степень защиты, на него не сказывалось ограничение по перемещению животных и продукции. То есть они как бы имели интеллигенцию, что у них всё хорошо. Имунитет определённо имели, да? Да, потому что считалось, что высокая степень защиты, туда проникнуть возбудитель не может. Но нет, нет, но у нас такие прорывы случались. И потери достаточно серьёзные происходили для региона. Вот порядка миллиарда рублей только в Сибири получил один из регионов при вспышке африканской чуми свиней. Одной вспышки только. Поэтому достаточно серьёзное у нас это заболевание. Наслышаны вы о нём тоже очень сильно. Если она раньше касалась и завезено, было занесено к нам из Грузии, то теперь вы, наверное, слышите и в средствах массовой информации. Китай, который был основным и главным производителем свинины, потерял 40% поголовья. Сейчас на первое место вышел кто, как вы думаете? США. На второе место Германия. Это по производству свинины? Да, совершенно верно. На третьем месте России. Помню китайскую тушёнку «Великая стена». Нет, слушайте, ну Китай, ну США ещё понятно, там территория огромная, Германия, это где выращивать на второе-то место? Нет, господи, современные комплексы позволяют. Нет, комплексы, да, совершенно верно. Они сосредоточены нам в крошечных территориях, очень огромное поголовье. Ну и степень защиты, видимо, немецкая позволяет им всё-таки это не допускать. Пока сдерживаются. Но вот в Польше большая очень проблема, в Румынии, африканская чума, очень огромное количество личных подсобных хозяйств никак не защищены. И для того, чтобы защитить себя, Германия даже вот второй год, разговор шёл, но она всё же решилась на границе с Польшей построить забор. Забор, который будет препятствовать проникновению кабанов с тиберриторией. То есть они ходят туда-сюда, через границу, нарушителей границы кабаны. Когда же потом поросятки-то полосатые потом появляются? Пути эмиграции, они же, конечно, у диких животных были, есть и остаются. Они перемещаются в поисках корма традиционного. Где-то кто-то вот любит жёлуди, привык десятками лет ходить. Они тоже у нас есть такие, нарушители в море уходят. Ну, это не так страшно, они всё-таки территорию страны не покидают. А там много не надо, там достаточно одного хрека заражённого, понимаешь? Или там встретятся они, какой-нибудь труп съедят по пути, неважно. Когда социалистов окалия много не надо. Поэтому такая вот ситуация, вот эта централизация, она как бы позволит такие случаи держать под контролем, чтобы не было такого. Совершенно верно. Потому что, тем более, для Кировской области, да, в Кировской области пока нет таких вспышек. Но по соседству-то эти не то и дело возникают и в соседних регионах, и в Татарстане, и в Нижегородской губернии. Поэтому как бы в этом плане, наверное, всё-таки благо, что централизовали. То есть это основная причина? Единственная или нет? В смысле, передача полномочия. Мы сказали, она не единственная. Первая, чтобы избежать излишнего административного давления. И вторая, вот эта история с контролем. Да, совершенно верно. Мы сейчас делаем перерыв на 20 секунд и вернёмся в студию к нашему гостю Алексею Кропавицкому. Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня, у нас такая тема заявлена, продовольственная безопасность Кировской области. И тема хоть и звучит так достаточно пафосно, на самом деле, вполне реальная. Говорим мы сегодня с Алексеем Кропавицким, заместителем руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области Узмуртской республики. Мы начали разговор с тех изменений, которые произошли в сфере ветеринарного загадодательства и связаны, скажем так, с централизацией надзорной функции. Теперь всё контролируют федералы. Теперь всё контролируют федералы. И это, как мы поняли, позволит, во-первых, снизить давление на бизнес. Что хорошо. Я думаю, что вторая причина, что всё-таки искоренить те случаи умалчивания на уровне региональном, какой-то опасной для человека и животных информации, которая может впоследствии принести большой ущерб и людям, и бюджетам. Мы говорили о случаях сокрытия очагов африканской чумы свиней. То есть сейчас мы как бы так плавно перетечём, собственно говоря, что у нас... Что у нас вообще? Какая у нас ситуация с болезнями животных в России и в Кировской области? В Кировской области больше всего, потому что вот сейчас, когда читаешь новости из районов, такое ощущение, что мы все уже стали жить в лесу. То есть то, что там человек... Ну, я просто читаю, там женщина пишет, в социальных сетях же всё это есть. Я вышла там на балкон больницы центральной, по-моему, в Куменском, не помню, районе. У нас под балконом там две лисы сидят, да, что-то поели, пошли там куда. А-то посмотрела издалека. По своим делам. По своим делам, да. И так, говорит, каждый день. То есть такое ощущение, что мы уже как бы вот эту границу потеряли. Насчёт перемещения животных, если мы вспомним даже русские народные сказки, лисица всегда жила вблизи поселения. Она дальше 4-5 километров никогда не уходит. Это заблуждение, что она в лесу живёт. Помните, чего они... Предметом их интересов всегда было, да? Курятник. Конечно. Поэтому, естественно, что дикие домашние животные, дикие животные приближены к жилью человека. И вопрос стоит только о том, чтобы лишний раз не создавать условия, которые их привлекают, чтобы они там не сделали кормовым столом эту деревню. Значит, что со своей стороны я хочу отметить по поводу эпизотической ситуации в Российской Федерации. За истекший год зарегистрировано более 140 случаев африканской чумы свиней. В Российской Федерации, да, 141, если быть точным, 26 неблагополучных пунктов по надулярному дерматиту, 2 вспышки гриппа птиц и 17 вспышек ящера в Приморском и Хабаровском крае, Забайкалье. Значит, хорошая новость – это то, что в 2019 году Россия получила статус МЭП «Свободный от ящера без вакцинации». Это создает дополнительные преимущества нашим экспортерам по экспорту животноводческой продукции, что является актуальным на сегодняшний момент. Это введение того, что президент поставил задачу увеличить экспорт продукции до 2024 года на до 45 миллиардов долларов. И эту задачу надо сейчас исполнять. Со своей стороны Россельхознадзор с субъектами Российской Федерации – это работа достаточно сложная, заполнять досье по благополучию регионов всей Российской Федерации. Это не работа только Россельхознадзора, это проведение соответствующих ежегодных исследований, чем мы занимались совместно с Управлением ветеринарии Кировской области. Но, тем не менее, в течение трех лет мы этой задачи добились и заслужили. Поэтому надо теперь этим активно воспользоваться. Пользуются все субъекты Российской Федерации, особенно активно, кто находится на границе с Китайской, допустим, Народной Республикой, кто приближен к Японии, Корее, к Юго-Восточной Азии. Активно идет сейчас экспорт птицеводческой продукции, молочной продукции, продукции переработки мяса крупного рогатого скота. По Кировской области, наша область благополучна по особо опасным заболеваниям, которые были перечислены выше, за исключением бешенства. Бешенство у нас, к сожалению, зарегистрировано 14 случаев, практически осталось на позапрошлогоднем уровне. Это позволяет сохранить благополучие региона. Это настойчивая, кропотливая работа Государственной ветеринарной службы Кировской области. Ну и Россельхознадзор, его функция с этой точки зрения, он осуществляет мониторинг, то есть наблюдение за тем, как осуществляются эти мероприятия. Осуществляет он эти наблюдения путем проведения лабораторных исследований. Если это речь идет о гриппе птиц, допустим, да, отбираются пробы у птицы домашней, личных подсобных хозяйств, птицеводческих хозяйств на наличие вирусов гриппа. Это какая-то работа такая вот текущая? Она постоянно. Выбираются какие-то хозяйства таким, ну, как бы случайным образом, да? Есть выборка, которую предлагают у нас представителем МЭБа является ВГНКИ. Он разрабатывает методики отбора. Там отбирается очень большое количество проб. Это не 10, не 15, речь идет о сотне. И вопрос идет, если одно хозяйство, то должно, допустим, 10 проб быть от птицеводческого хозяйства, если есть на территории, и 10 из личных подсобных хозяйств. Сейчас 10 личных подсобных хозяйств. Еще найти надо. Поэтому достаточно все непросто. Но мы в этом плане работаем очень плотно с управлением ветеринарией Кировской области. Потому что все равно полномочия по предупреждению заболеваний – это их часть. И вопрос наличия кадров, которые будут отбирать эти пробы, Россельхознадзор в данном случае доставляет только пробы в свои лаборатории аккредитованные, которые проводят исследования, делают заключения. И потом эти результаты направляются в ВГНКИ. И, как мы говорим, что они основанием для досье становятся, чтобы дальше перебодавать в МЭП и получить соответствующее заключение положительное. И открыть, допустим, по гриппу птиц. Но грипп птиц, наверное, скоро не откроется, поскольку у нас вспышки идут практически ежегодно по данному заболеванию. Наше управление действует на территории двух регионов. Вам это известно. В Удмуртской республике в 2018 году регистрировалось в трех районах данное заболевание. Кировская область пошла по пути самому трудному, очень тяжелому. Это вакцинация против гриппа птиц, личных подсобных хозяйств. Можно представить, да? В каждое подворье зайти, прийти, привить и еще испытать противодействие хозяину. Мне это не надо. Заставить его это сделать. И вот таким образом я считаю, что мы сдерживаем это заболевание. Потому что вот в Удмуртии этого не делалось. Они не прививали. И там вот эти вспышки потрясали на протяжении трех месяцев регион в разных местах. А причина – завоз птицы из других регионов неблагополучных. Поэтому вот… Это мы же о живой птице говорим. О живой птице. Да, да. Торговля живой птицами. Живую птицу, когда завозят, она тоже контролируется вот этот завоз. Вопрос в том, что это зависит от того, кто завозит. Администрации обоих регионов установили места торговли. Но ведь есть добросовестные торговцы, которые все прекрасно понимают. Мы их знаем. Они прекрасно ставят в известность администрацию. И прибывают с документами. Их осматривает птицу врач обязательно. После осмотра птица реализуется. И даже которая реализована, на нее оформляются документы, чтобы знать, где находятся птицы. Потому что из других регионов она может быть непривитая. И вот эту птицу ветеринарная служба области допрививает в обязательном порядке. То есть иммунный статус достаточно высокий на территории региона. А есть предприниматели, будем говорить так, которые пользуются сиюминутной выгодой. Берут птицу и начинают разводить зить по другим регионам. Как вот было это из Мариэл. Он завез в Удмуртию. В Кировской области он попытался поторговать в Вятских полянах. Малмы же его отправили в Освоясе, потому что документов не было у него, которые необходимы. А когда с ним начала разбираться государственная ветеринарная служба субъекта, оказалось, что он нарушает все ветеринарные правила по содержанию птицы. Птиц, как правило, у таких предпринимателей недобросовестных не один вид. Там начинаются домашние птицы утки, гуси, куры. Причем это не он сам выращивает, а он их приобретает. То есть это перекупщик? Перекупщик. Он их не выдерживает в карантине 30 дней, чтобы посмотреть, если птица больна, ее же можно сразу же все это прекратить. Видеть, что начинает птица болеть, он начинает ее хватать и начинает развозить. Избавляться как можно быстрее. Часто такие перекупщики закупают птицу из неблагополучных очагов. Как вот было на Лаишевской птицефабрике в республике Татарстан. Там, если не ошибаюсь, 4,5 миллиона поголовья птиц было. Птицу, зная, что заболевание есть, руководитель хозяйства отдал команду реализовать немедленно ее. Ну, немедленно, видимо, и подешевле. Пока товар не пропал. Не могли вывести, довести даже до места. Потому что вот в республике Морел, буквально на расстоянии 100 километров от этой птицефабрики, в лесополосах, находили большое количество трупов этих птиц. Погибали, да? Они в дороге гибли, их даже не успевали. Их выбрасывали? Конечно. Вот это им все же... И они лежали там вот. После этого службы вынуждены все это собирать, уничтожать места, дезинфицировать. Ну, а предприниматель ждал штраф. К сожалению, уголовные дела в отношениях не возбуждаются. И серьезно они не наказываются. Поэтому вот они обходятся штрафами 3-5 тысяч. И дальше продолжают. Естественно, при таких-то штрафах. Алексей Николаевич, а это всегда вживую происходит, вот эта вот перекупка и перепродажа? Или вот через новые какие-то там механизмы тоже используются, через интернет продажи и прочее? То есть с кем-то договариваются там и привозят? Это есть в интернете, много объявлений таких. Особенно в интернете есть и используется способ не места продажи, вот как я говорил, а пишут на столбах примерно, где народ собирается и может увидеть сарафанное радио, что, допустим, такого-то числа с 10 до 10.30 будет продажа осуществляться поросят. Вот я в интернете таки видел, что такого-то числа в вашем поселке я буду со сталькито до сталькито, у меня там то-то, 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 цены низкие, налетай. Вы сами понимаете, что даже если увидят вид службы, успеют развернуться, а у нас случаи бывали, что уезжали, даже полицейские не могли остановить, но потому что это не ДПС, сейчас у нас ДПС в каждом районе нет, а участковый, практически чуть ли машину участкового не столкнул, уехал обратно в Нижегородскую область, в Кикнорском районе, если не ошибаюсь, было. Поэтому достаточно трудно отследить вот эти перемещения, ещё учитывая то, что, знаете, оптимизация, она касается, да, не только федеральных надзорных органов, но и силовых структур. Видите, помните, в своё время сколько было постов у нас ДПС, сейчас у нас практически остался один пост на въезде в город Киров. Ни одного поста, стационарного я имею в виду, на въезде в Кировскую область, а их очень много, нет. И они, к сожалению, всё это охватить не могут полицейские. Полномочий у ветеринарных инспекторов государственных нету. Находиться на дороге, да, и тормозить. То есть они должны только вместе с полицией быть. Только с полицией. С полицией свой график, своя работа, свои рейды и так далее. Поэтому то, что вот мы можем совместно проводить, государственная ветеринарная служба области и Россельхознадзор, мы совместно эти рейды проводим. Есть время два часа постоять, постояли. Что-то случилось, да, дорожное происшествие, они собрались уехать. Ну, естественно, да, потому что они там основная задача. Поэтому у всех своя служба, свои полномочия, мы всё это прекрасно понимаем. Поэтому мы считаем, что благополучие нашего региона очень во многом это большая заслуга ветеринарной службы области. Они у нас молодцы. У меня просто вот ощущение такое, не знаю, может быть, я наивный вопрос задам. А люди, которые покупают, вообще жители там какого-то региона, фермеры, они ведь, по идее, должны быть заинтересованы в том, чтобы продукцию покупать проверенную. Видят они объявление на столбе? Они нет такого, чтобы звонили и спрашивали, ребята, вот у нас тут торговать собираются птицы. Вы знаете, да, про них, про этих людей или не знаете? Ну, вопрос в том, что, во-первых, приобретатель, он, наверное, не заинтересован в этом. Почему? Ну, так он же заинтересован приобрести качественную продукцию, которая потом... Качественная продукция, прошедшая, получившая все документы, дороже стоит, понимаешь? Не приведет потом к проблемам. Правильно. А здесь человек говорит, вот я увидел, курицу мне продают, я же посмотрел, я же опытный человек, я вижу, здоровая, а что ж не купить? Ну, так же поросята касается. Да, поросят тоже самое. Покупают. Если цена поросенка будет на 200-300 рублей дешевле, ничего здесь не будет, он обойдется. Ну, сдохнет парочка, я купил 6. Да, то, что там вот зацепит это соседа, а если, не дай бог, окажется в этом очаге свиноводческое хозяйство, хотя у нас, по большому счету, больше половины, будем говорить так, защищены, но есть и с первым компартментом, с низким, значит, они точно погибнут все, причем всяких, как бы, компенсаций, потому что перейти на более высокий уровень или на альтернативные условия ведения хозяйства, это распоряжение правительства было, у нас не спешат исполнять, потому что заставить мы не можем их, а сами они добровольно не осознают свою гражданскую ответственность, или осознают, или считают, что, ну, пускай будет так, как и будет. Понятно. Когда-нибудь потом. Да, сделаем перерыв. Алексей Храповицкий, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике в нашей студии, и мы, наверное, сейчас переходим к электронной ветеринарной сертификации, потому что темы эти связаны, вот, да, собственно, позволяет в том числе и отследить благополучие и неблагополучие. Система в Меркурии, ну, как мы сейчас вот установили, она уже год отработала, и когда она уводилась, мы здесь же в студии вот обсуждали. Было дело, да, и предприниматель, и от предпринимателей было много звонков. Что вот придумали нам новую штучку, кто ей там, дорого это, безумно, и что-то еще, там очень много было таких нареканий. Как прошел первый год работы? Значит, Эль, к электронной сертификации ряд хозяйствующих субъектов приступил раньше, чем она была официально введена на территории Российской Федерации, пораньше, чем 1 июля 2018 года. Но, тем не менее, введение состоялось. То, что она кажется внедрению безумно дорогим, оно не соответствовало действительности. По вопросам, когда возникали у отдельных хозяйствующих субъектов, по каждому вопросу и жалобе разбирался вплоть до зама руководителя Россельхознадзора. Это Власов у нас, Николай Анатольевич, с каждым предприятием беседовал. Россельхознадзор российского? Москва. Вот так вот. Вот, поэтому никаких таких, как бы сказать, чрезмерных затрат, чтобы вот сказали, что работать невозможно, нет. Что я должен сказать, электронная сертификация, она же задумывалась изначально, как замена бумажных носителей. И она полностью себя оправдала в этом плане, что вместо того, что писать бумажки, сейчас они существуют в электронном виде. Облегчение, вот я бы сказал, при обороте электронных документов для всех. Ну, для административного органа я попозже остановлюсь. Для хозяйствующих субъектов за бланки строгой отчетности категории А платить не надо. А они стоили достаточно больших денег. Если я не ошибаюсь, но подсчет был это еще лет пять назад, порядка 17 миллиардов рублей. Такая цифра обозначалась по всей России. Вот такие средства тратились в хозяйствующие субъекты и что закладывалось, соответственно, в цену продукта. Кроме этого, сюда же добавлялась стоимость ветсанэкспертизы, то есть ветеринарный врач, который оформлял, он осматривал груз и, соответственно, за осмотры соответствующие изымалось. Сейчас, в настоящее время, эта работа осуществляется бесплатно. Это вот с введением этой системы Меркурий, да? Да, электронные. Если в 2018 году было введено на мясные продукты, то с 1 июля этого года на молочные 1 ноября на весь абсолютно перечень продукции, подлежащей ветеринарному контролю, введена в полном объеме электронной сертификации. Значит, по мере того, как работали, совершенствовали эту систему, Россельхознадзор увидел, что у этой стороны есть еще одна сторона положительной медали, что она позволяет, в общем-то, проследить движение продукции о том, о чем никто раньше не думал просто. То есть, из точки А начальной, до окончательного пункта? Кто-то чего-то вырастил или получил, и начинается оформление документа на него, затем документы, куда эта продукция идет, на реализацию или на переработку, поступает на мясокомбинат, откуда поступило, по каким документам, далее, что из него изготовили, опять начинаются ассортименты. И вот таким образом можно проследить всю цепочку. Всю цепочку. Если появилось на выходе из мясокомбината что-то несъедобное, условно говоря, можно понять обратным ходом, откуда оно появилось, условно говоря. Ну, если взять к примеру, допустим, вот в ходе мониторинга федерального, мы просматриваем риски, которые возможны. Ну, что это, например? Берем, смотрим госконтракты социальной сферы, да? Смотрим, что сливочное масло поступает, допустим, в детский садик или в центральную районную больницу по цене 240 рублей или 180. За килограмм? За килограмм. Сливочное масло может столько стоить за килограмм? Может. Оно по госконтрактам прошлого года заключалось. Вот эти госконтракты мы берем на контроль, договариваемся с руководством. Как правило, руководство тоже не в восторге от поставки таких товаров оно видит, но сделать оно ничего практически. Но там они только по цене происходят торгеты, а них что, победители? Ну, естественно, кто ниже цену предложит, то ты король. Совершенно верно. Сейчас готовятся изменения в законодательстве, поэтому отобрали пробы, масло фальсифицировано растительным компонентом. Начинаем смотреть, откуда пришло это масло. Масло пришло, допустим, в Амутнинский район, из Кирова. В Кирове оно круг сделало, смотрим, по каким товарищам. Вот с какой целью оно круг делает. Одно дело, когда они не связаны между собой, а есть аффилированные компании. То есть, да, где предприниматель один, предприниматель другой. И ООШка, в которой оба предпринимателя учредителями являются. Вот для чего они этот круг делают? Наверное, за интерес какой-то есть налоговые службы может возникнуть, да? С какой целью они это делают? Дальше смотрим. Соседний регион и начало. Москва, Московская область. И до Кировской области она добирается за 3,5 часа. Позволяет даже время отследить, за сколько продукт попадает туда. В Москве, потом крутится в Кирове. Иваново, Иваново и Киров. 3,5 часа. Три конторы в Кирове, потом еще в Мутнинске, все за 3,5 часа. Подождите, а как можно за 3,5 часа это успеть? Ну, как оформляется свидетельство там? 26 числа в 10 часов выпускает изготовитель. Ага. Через час 30 оно в Иваново гасится. Оформляется новый документ, следует в Киров. Иваново в Кирове за 3,5 часа летает. Из Иваново в Киров не летают самолеты грузовые? Там, по-моему, пассажирские это не летают. Это называется нелогичные перемещения. И вопрос становится, действительно ли двигалось масло так? Или оно, может быть, появилось здесь? Является изготовителем, в общем-то, и ни при чем. Приходится разбираться. Обо всех случаях фальсификации мы всегда ставим в известность. Это и правительство области, есть комиссия по работе с незаконным оборотом товаров. Ставим ОМВД обязательно, прокуратуру извещаем, Роспотребнадзор, чтобы все службы по мере своей компетенции могли принять меры. Со своей стороны мы направляем материалы в регион, где находится изготовитель. Ну и если посмотреть по интернету, вот конкретно по этим изготовителям, оказывается, они ни в одном регионе уже с такой деятельностью славной уже как бы зафиксировались. Подождите, они все-таки производством занимаются или они только бумажки оформляют? Производство. Это производство. Площадка производственная, Дмитровское шоссе, Московская область. Ой, такое экологически чистое место. Да. Оттуда выходит, причем изготовитель один передает на реализацию другому, который находится в соседних кабинетах или зданиях по одному адресу. Поэтому вот это предметом является разбирательство уже территориального управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области и принятие мер к этому нарушителю. Соответственно, все материалы направляются туда. Да, я думаю, что и налоговики тоже там с интересом это все наблюдают. Ну, налоговика мы не отправляем такие данные. Ну, хотя вот с моей точки зрения, что это, наверное, было бы интересно. Зачем заводить товар, допустим, в госконтракт, чтобы они, допустим, миновали в Киров поступилой, но непосредственно кто-то купил, кто госконтракт осуществляет. Зачем они две-три этих накрутки совершают круга? То ли поднять цену, то ли чего, но тем не менее цена остается по-прежнему низкой. Они же по-другому не могут. А когда начинают анализировать, из чего изготовлено, сейчас же производственные сертификаты, мы говорили же, из чего делается это сливочное масло. Оказывается, что взяв там несколько, будем говорить, сот килограмм, ну, 300 килограмм, допустим, сливочного масла, да, и 3 тонны сливок, из него делают 300 тонн сливочного масла. Вот эта фирма начинает его отправлять. Так это уже бодяга. Это уже бодяга. Они еще бодяжат. Мы же знаем, чтобы для одного, чтобы получить килограмм сливочного масла, нужно 20 литров молока, как минимум. Поэтому все это понятно. Сейчас система электронной Меркурий позволяет анализировать, центральный аппарат дает нам выборки по каждому региону, который позволяет анализировать деятельность тех или иных предприятий. Допустим, складов, предприятий по переработке, выпуске продукции. И видно, после несложных математических выкладок даже в программе Excel, можно сделать вывод, и как бы настораживает нас, когда поступает столько-то сырья, выпускает столько-то готовой продукции. Ну, о чем мы говорили, что в 3-4 раза больше, чем должно быть. Можно установить и точки, где, собственно, происходит та самая фальсификация. Совершенно верно. Либо где вводится в оборот продукция, возможно, которая нелегальна. То есть на нее нет никаких документов, поэтому он ее принимает по старинке, по документам, ну, по закупочным, будем говорить так. И вводит в оборот, перерабатывает. Купил 100 килограмм свинины, 100 килограмм говядины официально, документы есть, и 500 килограмм еще принял со стороны. И получил там килограммов 650 фарши. И получил, и это же он же уже хочет, чтобы у него брали без документов, он не может. И вот эти дисбалансы, они видны, мы видим. Такие предприятия попадают на особый контроль, они у нас выявляются, им туда мы выходим для проведения внеплановых проверок. Соответственно, нарушителей мы привлекаем к ответственности. Сейчас по поручению, кроме того, что мы смотрим за деятельностью хозяйствующих субъектов, по поручению Россельхознадзора, было в марте поручение организовать наблюдение за оформлением вот этих ветеринарных сопроводительных документов со стороны уполномоченных лиц, хозяйствующих субъектов, государственных ветеринарных служб и аттестованных специалистов. То есть после того, как бы Россельхознадзор после анализа отмечает, что зачастую легализацией вот этого незаконного оборота занимается даже государственная ветеринарная служба, а не то, что там субъект какой-то. Хотя субъекты тоже занимаются такими делами. Был случай в прошлом году буквально, когда... Алексей Николаевич, я прошу прощения, вот на этом нам надо завершаться. Надо заканчивать. Нас уже видите дороги. Про случай, к сожалению, в следующий раз уже придется рассказать. Хорошо, спасибо вам. Да, спасибо большое Алексею Кроповицкому, заместителю руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. Вернемся через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин